Добрый вечер! Вы смотрите Время вопросов. В студии для вас работает Юлия Кожевникова. Вопрос безнадзорных животных является одним из самых обсуждаемых, возможно, потому что эта проблема достаточно остро стоит перед жителями всех российских регионов. Сегодня мы попытаемся выяснить, что делать с бездомными собаками. Отлавливать, а затем выпускать на улицы населенных пунктов, содержать пожизненно в приютах. Можно ли привлекать хозяев к ответственности? А также, что необходимо изменить? Подход к реализации отлова или законодательства? Работаем мы в прямом эфире. Вы можете позвонить в студию по номеру телефона 505020, код города Иркутска 3952, высказать свое мнение, а также проголосовать в нашем интерактиве. Внизу экрана вы видите вопрос. Бродячих собак необходимо, на ваш взгляд, первое, стерилизовать, вакцинировать и возвращать на улицы, второе, отлавливать и пожизненно содержать в приютах, и третье, затрудняюсь ответить. Я готова представить сегодняшних гостей в нашей студии и в скайпе. Это руководитель службы ветеринарии Иркутской области, главный государственный инспектор в области обращений с животными Сергей Сергеевич Шевченко. Добрый вечер. Журналист, волонтер, зоозащитник Наталья Ветрова. Наташа, добрый вечер. А также в скайпе с нами на связи мэр Бодайбой Бодайбинского района Евгений Юрьевич Юмышев. Евгений Юрьевич, здравствуйте. Слышите ли вы нас? Здравствуйте, да, я вас слышу. Отлично. И охотник, правозащитник, общественный деятель и публицист Максим Анатольевич Порфирьев. Добрый вечер, Максим Анатольевич. Слышите ли вы нас? Добрый вечер, прекрасно слышу. Отлично. И также немного позже к нам присоединится Георгий Константинович Арапов, депутат Государственной Думы Российской Федерации, также посредством онлайн. Евгений Юрьевич, я вам хочу задать первый вопрос. На прошлой неделе на одном из рабочих заседаний вы высказали свое мнение, что проблему безнадзорных животных решать нужно радикально. Затем в социальных сетях вы сказали, что это было такое эмоциональное высказывание. Вот скажите, во-первых, действительно, какое ваше мнение, как нужно решать эту проблему и насколько остро эта проблема стоит в городе Бадайбо? В городе Бадайбо проблема стоит. За мои 15 лет работы, наверное, острее никогда еще не было. Выступление мое было действительно эмоционально. Мало того, я хочу сказать, что я совершенно не готовился к нему. Я просто посмотрел на то, как плановые ораторы выступали и понял, что совершенно не доносится населению объективная информация о состоянии дел. Поэтому я выступил. Может быть, излишне эмоционально, но тем не менее, сути мое выступление не меняет. Сегодня я радую, несмотря на то, что я подвергаюсь нападкам от всевозможных граждан, но, слава Богу, их единицы. Где-то 95% меня населения страны, причем, поддерживает. Я получаю массу звонков, в том числе от депутатов Государственной Думы, от правозащитников. Именно правозащитников, а не зоозащитников. Это разные немного вещи. О том, что если мы в ближайшее время не или отменим этот закон, или 498 федеральный закон, или не внесем в него кардинальные изменения по предложению, в том числе правозащитников, ситуация будет ухудшаться. Вот вчера, конкретно в Бадайбо, в нашем маленьком городе, вчера было два укуса детей. Это обсуждается в социальных сетях, есть фотографии, есть соответствующие заявления. Ничего власть в этом случае сделать не может. Почему я взял слово, если дадите, еще мне пару минут. Во-первых, совершенно бессовестно, я всегда это говорю, не скрывая своих эмоций, законодательное собрание, а скорее всего, просто по инициативе правительства Иркутской области 9 лет назад, передали эти областные полномочия на уровень районов. Причем полномочия по организации мероприятий по отлову собак, то есть по проведению конкурсных мероприятий по выбору подрядчика. При этом не дали совершенно денег, но деньги даются смешные совершенно. Вот я вам хочу сказать, на прошлый год нам дали всего 1 559, мы добавили свои 5200, в этом году нам дали 1 674, мы добавляем еще почти 4 миллиона. И этого крайне недостаточно. Каждый год количество собак не меняется, а сумма вырастает в два раза, потому что это запрос предложений, к нам никто не едет, мы уговариваем К9. Сегодня на 2023 год у нас расчетная цена стоимости отлова собаки 48 тысяч рублей, причем в прошлом году мы поймали 130, 95 нам вернули, с бирками они бегают, также грабят наших бабушек, нападают на детей. Спасибо. Да, Евгений Юрьевич, спасибо. Мы еще вернемся обязательно, потому что у меня к вам много вопросов. До нас позвонился телезритель Григорий, добрый вечер, пожалуйста, мы слушаем ваше мнение или вопрос. Меня слышит. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы знаете, что я иркутянин. Вот. Я знаю, что в Советском Союзе в 60-е годы, в 67-й, в 66-й, может быть, я точно не помню. Я учился в Тулуне и был такой опыт тогда. Что тогда все были дураки или не было защитников, животных, что ли? Милиция ездила на грузовой автомашине на ГАТ-1. И с малокалиберных винтовок этих собак бродячих всех отстреливали и захоранивали в специальных этих местах, отведенных для этого. Это же разносчики заразы. Это же опасные, так сказать, животные. У нас иногда людей к людям относятся хуже, чем сейчас относятся к животным. Судят за собак человека, который там, может быть, неправильное дело, что уничтожило. Да, спасибо вам. Спасибо за ваше мнение, Наташа. Ну вот, вот я, собственно, и ожидала, что сегодня такой у нас горячий эфир получится, такая битва мнений, можно сказать. Да, к сожалению, к большому, огромному сожалению моему. Вот ты являешься в Иркутске действительно самой известной зоозащитницей, наверное. Споры по поводу вот этой проблемы, этого вопроса безнадзорных собак, мне кажется, ну, они такие очень ожесточенно проходят. То есть в данном случае общество действительно на два лагеря у нас делится. Вот скажи мне, пожалуйста, какое решение с бездомными животными ты видишь? Как ты видишь, можно решить эту проблему? Мое выступление не будет столь эмоциональным, как выступление мэра. Я считаю, что для чиновников это не совсем верный подход в решении проблем. Они все-таки должны предлагать решение, а не эмоционально выступать. Что касается решения, я считаю, что сумма в 100 миллионов рублей для решения проблемы с бездомными животными, она очень велика. Более того, она будет расти как снежный ком. Я думаю, Сергей Сергеевич со мной согласится. Потому что из года в год на самом деле эти деньги только увеличиваются и увеличиваются. Но, как я говорю за последний год, что вот эти средства мы будем направлять как в черную дыру до тех пор, пока мы не получим ответственное общество по отношению к животным. До тех пор, пока мы будем позволять выбрасывать собак, щенков, котят на улицу, мы будем получать то, что есть. И сегодня, готовясь к эфиру, мы как раз обсуждали эту тему. Я говорила о том, что, конечно, мы можем сейчас пойти радикальным путем. Конечно, мы можем сейчас уничтожить все те 13 или 15 тысяч бездомных животных, которые у нас есть в Иркутской области, ну, в частности, собак. Конечно, мы можем сейчас... Избавиться от проблем в момент. Конечно, в корне решить ее, и наши улицы будут чисты, но они будут чисты буквально в течение года. Через год мы получим примерно ту же цифру. И мы боремся сейчас совершенно не с тем. До нас дозвонилась Марина Николаевна. Добрый вечер, мы слушаем ваше мнение или вопрос. Спасибо за ваше мнение, Сергей Сергеевич. Ну, вот хочу вам задать вопрос, сколько денег выделено из областного бюджета на отлов в 2021-2022 году? В 2021 году выделялась сумма в размере 67 миллионов. В прошлом году эта сумма возросла до 89 миллионов рублей. На этот год сумма в бюджете стоит более 83 миллионов. Но в связи с тем, что у нас вступают в силу некоторые изменения в областной 110-й закон, значит, мы сейчас ведем работу по расчету дополнительных средств, ведем работу совместно с Министерством финансов. Поэтому этот вопрос тоже будет рассматриваться. Суммы в итоге выделяются, ну, такие немаленькие достаточно. А почему проблемы не уходят? Почему собаки на улицах городов все-таки присутствуют сегодня? Я сейчас говорю про все регионы, не только про Иркутскую область. Вот на ваш взгляд, это все-таки проблема вот в реализации вот этой задачи? Или в законодательстве? Есть федеральный закон, 498-й, федеральный закон об ответственном обращении с животными. Этот закон отражает государственную политику в этом вопросе. Этот закон, по сути, программа ОСВВ, которая в нем закреплена, отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск. Закон регламентирует именно этот порядок. Безусловно, требуется внесение изменений. Мы за подписью губернатора Иркутской области выходили в федеральный центр с этими предложениями. И в части определения общего порядка для всех проведения мониторинга животных и введения обязательной идентификации животных, связанная с ней обязательная стерилизация и как следствие заведения административной ответственности за несоблюдение требований. Кроме того, мы направляли свое мнение в отношении того, что необходимо установить полномочия в субъекте по регулированию численности животных без владельцев на уровне субъекта. Работа в этом направлении ведется. Игорь Иванович встречался с Дмитрием Николаевичем Кобылкиным, председателем профильного комитета по экологии и природным ресурсам. Организовал экспертное сообщество. Мы сейчас с ними плотно работаем в части нашей нормативно-правовой документации. У нас просто как раз к нам сегодня подключится один из членов этого комитета, Георгий Алексеевич Сарапов. Обязательно мы зададим этот вопрос. К нам в студию дозвонился Николай. Добрый вечер, мы слушаем ваш вопрос. Из Ангарска. Николай, пожалуйста. Вечер добрый, это не вопрос, а все-таки больше мнение, как говорится. Надо в первую очередь привить у людей любовь к животным. Да, ну то есть необходимо действительно, вот то, о чем говорит Наталья, наверное, работать со знанием людей в первую очередь, воспитывать культуру. Да, возможно что-то вводить в школах, какие-то уроки, чтобы как бы с детства как бы это приучать людям, чтобы это понимали. Потому что, ну много раз рассказывалось о разные всякие эти, что люди берут на какое-то время и потом выкидывают. Да. Спасибо, Николай. Да, спасибо вам большое за ваше мнение. Большое вам на душу, потому что мне становится страшно, когда я начинаю понимать, что все хотят убивать животных. Сейчас я хочу задать вопрос депутата Государственной Думы Российской Федерации Георгию Константиновичу Арапову. Вот скажите, пожалуйста, мы в программе «Время вопросов» уже на самом деле, ну не первый раз поднимаем эту тему, потому что тема очень актуальна у нас, к сожалению. Скажите, почему вопрос о породящих животных сегодня действительно стоит так острым у нас? Вы знаете, я, если честно, не очень верю, что проблема в реализации. То есть есть те, кто действительно так считают и в Государственной Думе, но мне сложно действительно поверить, что мэры десятков сибирских и дальневосточных городов недостаточно компетентны, чтобы решить проблему с безнадзорными животными в тот момент, когда они каждый день решают десятки других задач. Поэтому я думаю, что, конечно, проблема в злосчастном ФЗ, который действительно, ну, наверное, не заточен под все экономические и климатические условия регионов. Страна у нас большая, возможно, просто те, кто в свое время целенаправленно принимал именно такую форму законопроекта. Не были никогда, может, в Сибири, на Дальнем Востоке и не видели, что здесь происходит с безнадзорными животными. Поэтому не смогли учесть все особенности той большой страны, в которой живут и создают законы. Спасибо. До нас дозвонился Игорь из города Зима. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос. Игорь, здравствуйте, пожалуйста. Ваш вопрос или мнение? Добрый вечер. Я хотел бы обратиться, что, допустим, город Зима, да? Да. Тоже невозможно. Во дворах собак много. Я считаю, нужно бродящих отлавливать, уничтожать. Не надо здесь жалеть. Такого не должно. Детей кусают. У нас здесь бабушки в одном районе будку даже притащили к домам и кормят собак. Ну что это такое? Они их не кусают, дети шарахаются с них. Здесь не надо никакого жалеть. Бродячих уничтожают только так. Спасибо за ваше мнение. Максим Анатольевич, хочу вам задать вопрос. Вот ваша позиция в решении этого вопроса такая достаточно радикальная. Вы правозащитник. Скажите, пожалуйста, чьи права вы защищаете? И озвучите ваше мнение, пожалуйста. В данном случае я защищаю права самых незащищенных категорий граждан. Это дети, инвалиды и пожилые люди. Они становятся объектом охоты, бродячих собак на них. Поэтому я считаю этот закон преступным. 4.98, который подлежит немедленному наложению моратория со всеми вытекающими последствиями с привлечением к суду лиц, которые его лоббировали. Я крайне признателен мэру Будайбо Евгению Юрьевичу за то, что он высказал свою гражданскую позицию. Это именно гражданскую позицию, потому что закон, его должностные обязанности обязывают его исполнять по сути неисполнимый закон. Эта ситуация, как правильно было замечено предыдущим спикером, она по всей стране. Такое ощущение, что у нас создан некий механизм для смены властей на местах. То есть страдают люди, возбуждаются уголовные дела против представителей муниципальных властей и так далее, органов, у которых связаны руки, которые не могут ничего сделать с этим явлением под названием бродячая собака. И из них делают неких козлов отпущения. Мы, скажем так, получали образование в Советском Союзе. Мы прекрасно понимаем, что собака – это в первую очередь хищник. Это синантропный хищник инвазивного вида. Синантропный – это то, что живет рядом с человеком. Поэтому у этого хищника с полным набором хищнических качеств отсутствует страх перед человеком. Максим Анатольевич, ну, хорошо, смотрите, а вам не кажется, что ведь виной-то всему человек является? Ну, вот собака, она каким образом на улице оказалась? Она ведь не сама там появилась из воздуха. То есть вот мы будем тогда, вот как говорит как раз Наталья, мы будем бесконечно решать этот вопрос, убивая животных. Нельзя ли просто сейчас попробовать как-то наказывать людей рублем в конце концов? Ну, то есть вот мне кажется, что это более действенный способ. А затем, ну, может быть, воспитается какое-то сознание внутри людей, что нельзя выбрасывать животных. Я закончу. Инвазивный, инородный. То есть собаке как хищнику природой кормовой базы не предусмотрено. Вот сидит рядом с вами Наталья Ветрова, зоозащитник. Задайте ей вопрос, или она, если меня слышит, пусть ответит. Что является кормовой базой бродячих собак? Шах и маза. Понимаете? Это плотоядный хищник, питающийся плотью. Собак не должно... Который приручили люди, и который считается домашним животным. Это домашнее животное, это не плотоядный хищник. Давайте мы с вами не будем спорить. Мы с вами уже спорили, Максим Анатольевич. И как оказалось, что правда не на вашей стороне. Чтобы вы понимали. Наталья Ветрова, согласитесь со мной или нет, что одна сука, одна сука, с учетом всех своих потомков, за 10 лет воспроизведет 200 тысяч... Я лучше вас знаю, сколько воспроизводят суки, когда они живут на улице. Я вам еще раз говорю. Я вам тоже говорю. Воспроизводит одна сука с учетом всех ее потомков. Это опасно. Вы усугубили проблему. И скажите мне, пожалуйста, откуда в 498-й федеральный закон... Я не усугубила, а я всех собак, которым помогаю, я всех собак стерилизую. Защита животных откуда попала в федеральный закон? Сказать вам откуда? А сказать вам откуда у нас вся проблема? В том, что у нас мэры не хотят решать эту проблему и брать ответственность на себя. Потому что они попустительствуют просто тому, чтобы ОСВВ не реализовывалось в нормальной форме. Вот и все. Я хочу саботиться о вашем, о вашей жизни и здоровье. Меня собаки не кусают. Вас не кусают? Давайте мы вас отправим туда, где эти стаи ходят. Дадим вам в руки баллон. Я хожу туда. И попробуйте пройти в этой баллонке. Я бываю в таких районах. Вы меня не испугаете. Вы будете разорвать. Собака ваша баллонка. Внутрь загрызла. Максим Анатольевич, спасибо. Ваша позиция ясна. До нас до звания с Галина Юрьевна. Добрый вечер. Мы слушаем ваш вопрос или мнение. Пожалуйста. Галина Юрьевна, здравствуйте. Мы слушаем. Здравствуйте. Я из города Ужаля-Сибирская. Мне кажется, что проблема бездомных собак, она, наверное, уже не исправима. И сколько бы то денег ни влаживалось, это бесполезно. Пока человек сам не поймет, то нельзя выкидывать того же котенка или щененка на улицу. И вот я послушала Николая из города Ангадска. Он говорит, что надо людям прививать любовь к животным. Ему не привез человеку любовь к животному, если она у него не привит. А тем более, если сами у нас дети, у них только одни гаджицы, телефоны. И им даже вот их наплевать. Они вот вышли из школы на улицу и что? Они пропали. Да, большое спасибо за ваше мнение, Наташа. Ну вот, действительно, я думаю, что эта тема, она поднимается в том числе. И вот не все, наверное, понимают, что ответственный, это как раз-таки природа этого явления является человек. Ну вот Максим Анатольевич не ответил на этот вопрос, который ты как раз Юле задавала. Откуда же у нас все-таки на улицах появляются домашние животные? Собака домашнее животное, кошка домашнее животное. И мы можем сколько угодно их называть плотоядными и хищниками. Да, когда-то, конечно, они оттуда произошли. И, конечно же, у уличных собак, у стаянных собак, которые пребывают долгое количество времени на улице и у них нет взаимодействия с человеком, происходит регресс. То есть, конечно, они теряют навыки взаимодействия с социумом, скажем так, человеческим. Но я хочу еще рассказать о том, что собака не берется на улицы с неба. Она не приходит к нам с дождем, со снегом. И это только человеческая безответственность, к сожалению. Когда очень яркие споры разгораются о том, что люди не хотят на свои налоги содержать как раз программу ОСВВ, я всегда в этих спорах задаю только один вопрос. А я не хочу содержать на свои налоги людей, которые насилуют детей. Я не хочу на свои налоги содержать пожизненно ангарчанина Попкова, который убил почти 100 женщин. И давайте мы объясним родственникам как раз вот этих женщин, которых убил маньяк Попков, что они будут свои налоговые отчисления отдавать на его содержание. Или маме ребенка, которого педофил изнасиловал, что она будет его содержать пожизненно на свои налоги. Потому что подход должен быть последовательным. Конечно, мы живем в гуманном государстве, и это гуманное государство должно быть по отношению ко всем. До нас зазвонилась Илья Ирина Никитична. Добрый вечер, мы слушаем ваш вопрос, пожалуйста. Либо мнение. Алло. Да, здравствуйте. Вы знаете, вот у нас до того такие люди тупые, извините. Они собачки откуда берутся-то? Люди же их выбрасывают, понимаете? Да. И вот дети этих родителей, ни одна собака не укусит. Они сами кидают камни в них, бросают, понимаете? Есть. К сожалению, не все чиновники и правозащитники это понимают. Спасибо большое за ваше мнение. Я бы сейчас хотела задать вопрос депутата Государственной Думы Георгию Константиновичу. Вы как раз являетесь членом Комитета по экологии, защите окружающей среды. Скажите, обсуждается ли эта тема в Государственной Думе? То есть депутаты Государственной Думы понимают, что есть запросы, и вот как-то нужно решать эту проблему или нет? Ну, вы знаете, у нас в прошлом году даже была создана такая специализированная рабочая группа. Но вот, к сожалению, итогом своей работы, которая больше всего тиражировалась, это был введенный механизм государственно-частного партнерства для строительства приютов. Я не говорю, что эта инициатива плохая, бог с ней, но мне кажется, что я вот не увидел резкого желания частных лиц пойти, вложиться, создать свой приют. Поэтому она хороша как возможность, но мне кажется, она тоже не направлена на решение проблемы. Понимают ли это депутаты, понимают ли, что эта проблема существует? Я думаю, конечно, да. И не только депутаты, и главы регионов это понимают, главы городов. Есть такое общее, большое, консолидированное мнение, по крайней мере, по Сибири и Дальнему Востоку, что ФЗ не работает. И предпосылок к тому, что он заработает, сейчас, к сожалению, нет. У нас действительно заключаются большие контракты, большие суммы тратятся на отлов, стерилизацию, вакцинацию, выпуск. Но проблему с нападениями это не решает. Мы собирали статистику в СМИ по тому, насколько изменились летальные случаи нападения собак. Вот за последние 15 лет изменений не произошло. То есть там у нас каждый год от 10 до 12-13 случаев ежегодно, когда собаки там кого-то загрызают или наносят очень тяжелые увечья человеку. Поэтому статистика с введением ОСВВ не изменилась. Спасибо. До нас зазвонился Олег Дмитриевич. Добрый вечер. Мы слушаем ваше мнение или ваш вопрос. Пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Я бы вот что хотел сказать. Вот у вас вопросы, которые заданы стандартные, да, три вопроса. Они немножко смысл не выражают. Вот второй вопрос. Люди большинство отвечают отлавливать и содержать питомника. Но у вас нет одного вопроса. Собак надо все-таки уничтожать. Не просто жестоко уничтожать, но уничтожать надо. Ведь они нападают на людей. Ведь почему... Эти вопросы, Олег Дмитриевич, дело в том, что эти вопросы, они составлены согласно нашему законодательству. А ФСЗ-428, оно регламентирует. Я понимаю. Я просто понимаю. Вы понимаете, ну когда очень много передач, собаки нападают на людей. Загрызли ребенка. Да, ну именно поэтому мы как раз поднимаем эту тему. Именно поэтому мы очень часто говорим об этом в нашей программе. Да, и правильно делайте. Вот смотрите. Если уж такой вопрос, да. Вот раньше в Сибирьевском центре была выставка. Приезжали с Кореи, продавали прекрасные джинсы с мехом собак внутри. Подкладка, да. Вот куда надо использовать шкуру. И не надо в лес в тайгу ходить. Стрелять белочек, соболей и так далее. Хорошо. Ой, нет слов. Я даже не знаю, что говорить. Ну да, у нас такое, действительно, что говорить на мех в джинсах. Такая тяжелая, конечно, программа. Я могу уже так заключить. Сергей Сергеевич, вот ваше мнение. А каким образом можно действительно решить этот вопрос? Вот что поможет нам? Собаку брать с улиц и в то же время гуманно это сделать. Ну потому что не все готовы. Вот не все разделяют мнение. Не все любят собак. Да, сегодня. Да, но мы видим, как разделены мнения в обществе. И, конечно, вопрос очень серьезный. И мы должны все понимать, что при любом раскладе приоритет должен быть на стороне жизни и здоровью граждан. Это обязательно, это основное условие. Подход, безусловно, должен быть системным, должен быть государственным. Еще раз повторяюсь, да, это и внесение вот тех самых изменений в федеральный закон. И то, что возможно делать на уровне субъекта, значит, и то, что мы делаем, то, что новые нормы, которые нам позволяют как-то отрегулировать законодательство, мы вносим. У нас в конце прошлого года появилась возможность, значит, правовая возможность, да, значит, на уровне субъекта разработать дополнительные правила к выгулу и содержанию домашних животных. Мы это сделали. Сейчас документ находится на согласовании в правительстве, где мы закрепили ряд моментов, в том числе по обязательной регистрации животных, по принятию гражданами мер, значит, против появления нежелательного потомства у животных, запрет по самовыгулу животных, да, то есть там все это оговаривается. Я просто тезисно говорю вкратце. Там требования к сторожевым животным и так далее. Соответственно, когда данные порядки вступят в силу данные правила, мы будем вводить административную ответственность в отношении граждан, нарушивших эти правила. При этом мы понимаем, что стерилизация животных, идентификация животных, да, вот в этом ключе надо работать. Как я сказал, с экспертным сообществом мы сейчас с экспертами работаем по нашей нормативной правовой базе, в том числе и рассматриваем вопрос по государственным приютам. То есть мы этот вопрос никогда не снимали с повестки. У нас, к сожалению, просто совсем осталось мало времени, не хватает просто, к сожалению, просто в программу не может вместить себя вот этот вопрос. У нас победил второй вариант. Все-таки люди считают, что отлавливать и пожизненно содержать в приютах. То есть говорит это о том, что, конечно же, люди просто не хотят, чтобы собаки были на улице. Если честно, я разделяю это мнение. У меня ребенок ходит в школу, и я тоже боюсь за него каждый раз. Но я бы хотела, чтобы это было гуманно. Вот у нас буквально несколько секунд. Наташа, вот коротко, что ты думаешь, что нужно делать? Юля, вот как раз хотела сказать, слушая Сергея Сергеевича, что я тоже разделяю это мнение. Даже как человек, который очень любит животных, я считаю, что им не место на улице. Они действительно там страдают, они действительно там погибают, действительно они могут нападать на людей. Но опять же, тут есть тоже подмена статистики, потому что большая часть укусов домашними животными совершается. И я считаю, что, естественно, нужно гуманно решить этот вопрос, не радикальными методами. Если мы будем радикальными методами решать, мы вообще никогда ничего не добьемся и превратимся в страну фашизма, к сожалению. Спасибо большое. Ну, на этом наша программа подошла к концу. Эту тему мы еще неоднократно будем поднимать. Спасибо, что смотрели. Оставайтесь с Настей. Субтитры создавал DimaTorzok